Сегодня я хочу перефразировать известную киноцитату. А в чём сила мысли, брат? Сама спросила, сама и отвечу. Приветствую вас на телеканале Alex.ua. Я Ольга Колганова, и это моя самая мыслительная реплика в эфире. Английский психолог Джеймс Борг, чьи книги переведены на 70 языков мира, считает, что мысли создают реальность, а качество мышления определяет качество нашей жизни. Учёные утверждают, ежедневно в нашей голове рождается около 70 тысяч мыслей. Эти мысли о любви, о творчестве, о процессах мироздания. Как бы не так. Мы думаем, где дешевле купить сапоги, почему цены на яйца поднялись вдвое, или как вовремя погасить кредит. Внутренний диалог, который происходит в нашей голове, ответственен за нашу жизнь. Сила мысли может привести к успеху или причинить огромный вред. Жизнь человека — это борьба. Мы сталкиваемся с разочарованиями, тревогами, финансовыми проблемами, предсказаниями о крахе нашей планеты, не говоря уже о трудностях общения с ещё одной природной катастрофой. Людьми? Человеку свойственно обвинять других людей в том, что именно они заставляют его переживать гнев, стресс, печаль, отвращение. Но на самом деле только наши мысли обусловливают наши ощущения и последующие поступки. Мышление связано со всем, что мы делаем. Это то, чем мы занимаемся каждый день на протяжении всей нашей жизни. Однако многие из нас воспринимают это как данность. Наш мозг работает постоянно, но большинство людей не задумываются о том, как устроено их мышление. Способность мыслить лежит в основе всей нашей деятельности. И нет ничего важнее этого — умение думать. Сильное тело достаётся человеку, который тренируется до изнеможения в спортзале. А вот успешные люди обладают уникальной силой — силой мышления. Давайте вспомним детские сказки разных народов мира. Фразы, звучащие на разных языках, звучат приблизительно так. По моему хотению, по моему велению, желаю и превращаю. Рано или поздно задуманное сбывает совсем на радость, а злодеям — на порицание. Сказки, как известно, родились не на пустом месте. В них находят отражение многие механизмы окружающего мира, пусть даже ещё не до конца осознанные и разгаданные современным человеком. А оттого кажущиеся чудом. Думать о победе и хотеть победить — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В психотерапии есть понятие «уход в голову». Когда чувства блокируются от того, что они под запретом, и процесс переходит в сферу логики. Тогда мы во власти мыслей. И можем думать сколь угодно много, ничего не произойдёт. Когда мы чувствуем и сильно желаем, включается окружающее пространство. Феномен поля. Мы действуем, запускаем все процессы, работаем, создаём и получаем желаемое. Не будем в суе вспоминать Альберта Эйнштейна. Но даже он многозначительно указывал на то, что воображение — это демонстрация будущих событий жизни. Марк Аврелий категорично заявлял, каждый человек стоит столько, сколько стоит то, о чём он хлопочет. Есть люди, которые живут приземлённо. От работы до дивана. От зарплаты до зарплаты. И потребности у них очень приземлённые. Поесть, поспать, где-то что-то урвать. Но есть другие люди, особенные. Они горят своей мечтой. Они хотят изменить мир. Они мыслят позитивно, масштабно, глобально. Они не спрашивают у себя, а смогу ли я, а получится ли у меня. Они просто берут и действуют. Эти две категории людей очень сильно отличаются друг от друга. В чём их главное отличие, брат? В мыслях. Мысли определяют всё. Нашу самооценку, наши цели, наше окружение, наше будущее. Успешные люди мыслят позитивно. Они думают о счастье, об успехе, карьере, о том, как можно помочь людям, как изменить этот мир в лучшую сторону, как оставить след в истории. Многие успешные, состоятельные, великие люди подтверждают это своими жизненными примерами. Всемирно известный американский писатель, журналист, психолог Хилл Наполеон в своей книге «Думай и богатей» говорит о том, что наш успех напрямую зависит от того, насколько сильно мы этого хотим. И думаем об этом. Это также подтверждает популярный фильм «Секрет». Наши мысли и слова – это семена реальности. И, как говорится в известной пословице, что посеешь, то и пожнёшь. Это моя последняя реплика на сегодня. Будьте сильны своими позитивными мыслями. И у вас всё получится. А я вам говорю, до встречи на Alex.io. Редактор субтитров А.Семкин